Доброго дня! Вы смотрите программу о животных на телеканале Самараги с необычным названием Почему с необычным? Да потому что все животные тоже хотят домой в свою уютную среду обитания или иметь своего хорошего ответственного хозяина Это программа о бродячих и брошенных собаках и кошках и, кстати, других животных Посредством нашей рубрики видео-визитки мы даем информацию о собаках и кошках из приюта или животных, находящихся на временном содержании Итак, последняя информация по штрафам, а точнее по их размерам Госдума утвердила штрафы за нарушение содержания домашних животных Депутаты Государственной Думы Российской Федерации на пленарном заседании во втором и третьем чтениях приняли закон Согласно которому владельцы домашних животных, не соблюдающие требования к их содержанию и выгулу, будут привлекаться к административной ответственности Нарушение требований будет наказываться штрафом для граждан от 1500 до 3000 рублей, для должностных лиц от 5000 до 15000 рублей, а для юридических лиц от 15 и до 30 тысяч рублей В сообщении пресс-службы ведомства на официальном сайте говорится, что наказание будет распространяться на того, кто нес ответственность за животное в момент нарушения, а не на фактического хозяина Полномочиями по рассмотрению дел о таких правонарушениях наделяются органы исполнительной власти регионов Российской Федерации Такая вот новость, но думаю, кто соблюдает правила, тому эта информация никак не испортит настроение, хотя все равно неприятно опять новые штрафы И далее смотрим сегодня, что смотрим сегодня в нашей программе, видео-визитки о собаках и кошках Посмотрите, может кого-нибудь себе присмотрите или просто передайте своим друзьям и знакомым, что есть такие собаки и кошки, которым ищем свой дом и ответственного владельца Обращаем внимание, что после каждой видео-визитки мы указываем номера телефонов, по которым вы сможете обратиться за более подробной информацией Далее посмотрим видео-отчет с недавней выставки бездомных собак и кошек под названием «А лучший друг» Ну и гость студии на Илья Шайхулина, педагог дополнительного образования, Центр внешкольного образования творчества Тема «Спортивное собаководство в детском Центре внешкольного образования» На Илья, пожалуйста, здравствуйте Здравствуйте Да Ну, я так хочу еще просто зрителям сказать, что вы наисторейший кинолог, можно сказать, опытный кинолог, можно сказать, ветеран кинологических наших сил Будий, да? Да, Самарской губернии, да, и с большим-большим опытом Ну и, наверное, вопрос первый, давайте вспомним, как началась ваша трудовая деятельность в рамках кинологической деятельности Ну, у меня в рамках не кинологической деятельности, а педагогической Педагогической, да Потому что я педагог дополнительного образования в Центре творчества Самарского округа Самара То есть вы пришли сначала педагогу? Я сначала педагог, у меня есть университетское образование, и я педагог Поэтому мы, в принципе, воспитываем, когда меня спрашивают, вы дрессируете собак? Я говорю, нет, детей Потому что надо воспитывать детей, а они уже воспитывают своих собак А почему вдруг у вас вы взяли такое направление, кинологическое работа с собаками? Ну, я всегда любила собак, а у нас была чудесная для меня женщина в этом дворце, он назывался Дворец пионеров В Дворце пионеров работала Прибыльская Клоя Сергеевна Может быть, кто-то ее и помнит Ну, я знаю, в принципе, кто ее может помнить, но таких уже немного людей, которые ходили к ней на занятия Это было около меня, это было буквально через дом Ну, и, в общем-то, я закончила универ Пошла работать химиком, но мне как-то это не зашло Я решила, что можно попробовать педагогам Ну, и пришла, меня взяли, я там и работаю 40 лет уже Давайте вспомним, а какие собаки были в 80-х и 90-х годах? Уже в прошлом столетии Активно Ведь все-таки не было таких собак и не было таких пород, которые сейчас у нас Очень активно, как вы помните, работал ДОСАВ Это добровольное общество, содействие армии и флота Да, я сам бегал в составе областной команды Да, и какая собаку нужна была армия Крупная, энергичная, подвижная Эрдели, немецкие овчарки, доги даже, пожалуйста Вернее, не немецкие, восточно-эропейские овчарки Я вспоминаю фотографии, я смотрю и вижу, что стоят дети у меня Им лет 12-14, с ними сидят огромные псы Они просто вот сидят, им где-то, наверное, по пояс Мы прекрасно управляемся Никогда проблем не было с такой породой, как восточно-эропейская овчарка Ну, а потом пошла у нас мода на заграничные, это очень хорошо И пришли более такие, знаете, собаки-компаньоны И вот собакам-компаньонам нужна была другая служба Не охрана, не караульная служба, а спорт и активная какая-то движуха А какие виды спорта были, или, ну, какое спортивное движение было в 90-х, 80-х годах? Ну, это то, что развивал ДОСАВ Это летнее и зимнее многоборье А что туда входило? ОКД ЗКС, это полоса препятствий, это бег, это защитка А в зимнее многоборье еще добавлялась треба Сейчас на этой базе у нас Шуцхунд, Мандьоринг, служебные трееборья Оно сейчас по-другому просто называется А скажите, а была ли вообще проблема тогда с бродячими собаками? Она всегда была Всегда была, потому что... Таком именно ключе, вот как сейчас много-много-много Таком абсолютно ключе, если просто вспомнить, потому что люди все и раньше держали дачи, и раньше у них были дома Они все уезжали, бросали, и собаки дохли по дачам от голода и холода Я помню, как мы ездили на поляне Фрунзе, нам кто-то сказал, что мы какого-то дачного домика вытаскивали из щенков и пристраивали их То есть люди как были безответственны, так и безответственны по-прежнему Ну, большое спасибо Итак, мы прервемся на несколько минут, чтобы посмотреть видеовизитки о собаках и кошке Которые мы ищем своих владельцев Посмотрите и запишите номера телефона, если вам понравилась собака или кошка Обратите внимание на эту собаку Мы ищем ей дом и хорошего ответственного владельца Заберите пулю из приюта, ей тоже хочется семейного человеческого счастья Приют попала около трех лет назад, и с тех пор ее пытаются пристроить к домашнему очагу Из-за своего такого неяркого окраса, да, никто не выбирает ее, к сожалению Хотя девочка очень добрая, очень отзывчивая, с любым человеком найдет общий язык и будет самым лучшим верным другом При желании можно, конечно, адаптировать к квартире Никаких проблем в этом не будет У нас перед отдачей любой собачки проводится бесплатная консультация зоопсихолога Человек расскажет, поможет, как правильно подготовиться к приезду домашнего питомца Специалисты говорят, а практика показывает, что собаку можно приучить к новому владельцу в любом возрасте Тем более пса четырех лет При хорошем уходе она уже через месяц будет вам предана и любить вас Заберите пулю домой Обращаться в 8-927-006-1161 Внимание любителям веселых и добродушных котов Посмотрите на этого забавного игрулю Его прямо сейчас отдают из приюта на домашнее содержание Зовут его Рокки Живет он уже 4 года у нас Красивый, да? Ласковый Очень хочет быть домашним любимцем Спать рядышком с вами на диване И дарить вам любовь и ласку свою Да? И немного веселья Потому что я весельчак, скажи, да? Мне надо поиграться Рокки Да, да, вот такой я красивый Позвоните по телефону 8-927-006-1161 И вам расскажут, где забрать этого замечательного кота по кличке Рокки Любителям больших, но очень добрых собак У нее необычное имя Мозаика Ей около 4 лет Сотрудники приюта Хати надеются, что ее заберут домой Ведь характер данной собаки позволяет содержать ее не только во дворе дома, но и в квартире Несмотря на ее весьма существенные размеры Собака упитанная, собака счастливая Вот, очень красивая, ручная собака абсолютно Вот, несмотря на такой крупный внешний вид, может быть, грозный, да? На самом деле собака очень ласковая Вот, всех любит, пожалуйста, гладится, играться Вот, также спокойная, на поводке ходит, не тянет, рядышком гуляет, и все прекрасно Вот Внимание собаки по кличке Мозаика Очень хочется уйти из приюта домой и стать другом человеческой семьи Заберите ее домой Обращаться 8-927-692-13-13 Итак, мы продолжаем беседу с нашим гостем в студии у нас на Илья Шайхулина Педагог дополнительного образования Центра творчества Тема спортивного сопоководства в детском центре внешкольного образования Скажите, ну, вот раньше как-то не было принято Я ходил во дворец пионеров Не было принято, что во дворец пионеров или вот в такие центры приходили дети с собаками Видите, можно сказать, ваш центр творчества, это единственный у нас в городе? Нет, нет, уже, к счастью, нет Нет, ну, раньше это был единственный был такой центр, где было именно спортивное сопоководство Да, ну, потому что мы очень ответственно относились к воспитанию у детей, так сказать, ответственного отношения к собаке То есть собаке в намордниках, собаке на поводках Никакого не было случая, вернее, за 40 лет, ни одного случая покуса собак Ни детей, ни тем паче, те из детей, которые приходили и приходят сейчас на занятия Давайте вспомним, с чего началось движение Аджилити в нашем городе С картинки Я помню прекрасно, как бы, что первые комплексы снарядов Она началась с картинки, которые мы увидели в Друге Такой чудесный журнал, он тоже был, как она для нас, таким открытием, ярким, иллюстрированным, с материалом о собаках Мы увидели в Друге, вы увидели у себя, я увидела у себя И мы стали делать подобие таких снарядов и выходить на этот комплекс Потом Виталий Рылеев в 92-94 году построил комплекс в одном учреждении И мы на нем успешно продемонстрировали вид спорта в Сызрине, помните? Да Вот, это было тоже Почему именно Аджилити и с детьми? Почему не со взрослыми? Или нет такого интереса со стороны взрослых? Ну, сейчас больше взрослых занимаются Аджилити А, тогда, да? Да Потому что, в принципе, сначала он подкупал своей внешней простотой Ну, сбегали, ну, попрыгали собаки Ну, что-то такое и все прочее Потом, когда стали играть и выступать по правилам РКФ То поняли, что это очень жесткий спорт Потому что, в принципе, Аджилити-1 скорость 3,5 метра в секунду А Аджилити-2 это уже около 5 метров в секунду А это уже уровень КМС А вот скажите, вот те дети, которые занимались, скажем, вот в 95-2000-х годах В 2005 году уже все-таки пошел рассвет Аджилити Где они сейчас? Вы как-то сильно поддерживаете контакты? Они приходят и удивляются, что я еще до сих поработаю Да, я просто хочу спросить, помог ли этот вид спорта этим детям? В чем-то? В организации чего-то? Либо там они выбрали себе профессию или что-то? Я думаю, в любом случае он помог хотя бы тем, что он отвлекал их от улицы Давал какую-то картинку А уж как они распорядились вот этим опытом Это уже их дело Ну, кто-то остался вот из той когорты ребят? Ну, в общем-то, очень много осталось Да, это вот и Митрофанова, и Гришина, и Герасимова И еще есть люди, которые, в общем-то, профессионально уже занимаются этим Скажите, какие виды спорта еще есть у нас в Самаре И на базе вашего детского центра творчества, да? Вот именно кроме аджилити Ну, кинологический спорт потенциально опасный спорт Поэтому очень многие соревнования ставят возрастной ценз Это, например, с 12 аджилити Это послушание ОКД почему-то с 14 Вот, буксировка лыжника 16 Киджоринг То есть мы еще в такими рамками ограничиваемся Когда, в общем-то, ребенок уже ушел Он уже ушел от собаки далеко, в 16 лет Занимаются ли у вас владельцы с метисами, беспородными собаками? Ну, метис – это собака, прежде всего На породу в соревнованиях спортивных никто не смотрит Вы можете спокойно То есть, в принципе, я могу взять собаку из приюта и прийти к вам Да, ради Бога, если она будет бегать у вас, почему нет? Если у вас не будет, вы можете уйти на ноус-ворк Если вам не нравится ноус-ворк, вы уйдите в спасение на водах Пожалуйста, у нас есть все это в Самаре Не нравится спасение на водах? Играйте в фрисби, кидайте печен-гоу, занимайтесь курсингом Все это есть абсолютно в Самаре Хочу просто обратиться к телезрителям Посмотрите, сколько у нас увлечений, сколько у нас направлений, сколько у нас спортивных направлений Очень много Вы можете заняться со своей собакой Самое главное не сидеть на диване А взять себя, как говорится, за волосы поднять, да, как барон Михаузен И пойти Ну, мне вот очень понравилось Вот то, что вот сказал сейчас губернатор То, что развивать детское юношеский спорт Увеличивать доступность, массость, близость И близость должна быть такой, чтобы родители могли довести ребенка до спорта Потому что дети сейчас активность-то не очень проявляют А я думаю, что даже настойчивость проявляют родители У меня такая же, с внуком беда, доведешь его, запихнешь его, он уйдет Пойдет на занятия, не запихнешь, не пойдет Это настойчивость родителей должна быть Но все-таки сейчас интерес к собакам заниматься у детей все-таки больше Нет, конечно, нет Сейчас очень инфантильные дети стали Очень инфантильные Ну, не очень, но инфантильные Я просто вспоминаю, вот я говорю, ребят, которые серьезно стояли Это же собака не только вот восточная песковчарка Потому что сама по себе, по психологическим таким качествам была хороша Она чувствовала твердость и уверенность своего маленького хозяина Это да Спасибо, спасибо большое И снова останавливаю нашу беседу Чтобы посмотреть сюжет о выставке, которая прошла в центре Экспо-Волга Под названием «Друг человека» Кошки и собаки все под одной крышей Собрались в 12 раз на территории выставочного центра Экспо-Волга Около 100 собак и 70 кошек привезли из разных приютов города Прибыли на выставку и зооволонтеры, которые спасают беспризорных животных и берут на временную передержку Чтобы после попытать счастье и пристроить животных в хорошие руки Впервые к нам приехала в гости новогодняя елка Она очень красивая, шестиметровая И игрушки на нее делали учащиеся младших классов наших самарских школ Вдохновленные, заданные нами темой Также у нас здесь представлена выставка «Простая и истинная» Наш ежегодный благотворительный календарь Который мы посвятили дружбе между детьми и животными И тому, что вообще такое первый друг и что такое дружба Этот календарь здесь можно приобрести И тем самым поддержать благотворительные проекты помощи животным в Самаре Еще до начала официального открытия фестиваля Всю экспозицию, павильоны, каждого приюта и фотовыставку Осмотрел глава Октябрьского внутригородского района Сергей Радько Для города, безусловно, важно Потому что, как ничто ни говори, по-прежнему мы встречаем периодически Гуляя по улицам бездомных кошек и собак И просто для любого прохожего, для любого гражданина, жителя нашего города, гостя Если они видят, они понимают, что есть такие объединения Которые занимаются, скажем так, сопровождением бездомных кошек и собак Их можно пристроить для того, чтобы определить в добрые руки То есть не быть безучастными к порядку в городе А самое главное, к судьбе бродячих животных В этот раз организаторы постарались И компактно, без нагромождения Разместили павильоны для собак из приютов Места для зооволонтеров со своими подопечными Здесь же зрители увидели с десяток огромных фотографий собак с детьми Выставленных на конкурс Четвертая часть дала была выделена под павильон для кошек В центре красовалась новогодняя елка И еще четвертая часть отошла под главный ринг выставки Где на протяжении двух дней проходили всевозможные конкурсы Награждения победителей и представляли новоиспеченных владельцев собак И кошек, которые обрели себе новый дом В этот раз уже на первом части работы фестиваля Повезло трем кошкам и одной собаке Вы сегодня взяли собаку, почему и зачем она вам такая красивая нужна? Во-первых, я хочу собаку, у меня была и теперь я опять хочу Во-вторых, это дрессирует меня Это какие-то обязательства по дому лишние Хочу, хочу друга А почему именно из приюта, а почему, скажем так, никаких породистых из клубов? Не знаю Из приюта и все Породистый всегда себе найдет кого-то А из приюта, ну не знаю, просто понравился и все Я за этим все дошла Почему именно вот сюда на выставку, почему там, скажем, не по объявлению? На самом деле просто мы увидели в Телеграме То, что будет приходить выставка и почему бы и нет Помочь животным, у которых, ну, нет людей Допустим, на Авито, они в любом случае у кого-то они живут Их кормят, там, ну, обхаживают, прививки делают Здесь, ну, немного другая ситуация, на самом деле Ну, как я понимаю То есть, почему бы и нет помочь так животным А по каким критериям выбирали себе кошку сегодня? Просто встретили У нас не было никаких критериев, если честно, кто понравится За того взять То есть, даже мальчик и девочка принципиально А почему у меня черный цвет? Черный красивый Я всегда хотела черную кошку себе тоже Уже за первый день по своим домам разъехались около 20 кошек и 9 собак Им повезло обрести свой кров, надеемся, уют и семейное человеческое счастье Первый, как, впрочем, и второй день были богаты на всевозможные мероприятия и конкурсы И о них мы расскажем вам в следующей программе Почему о спортивном собаководстве сейчас все-таки так мало мальчиков, больше бегают девочки? Ну, я уже упомянула о возрастных, так сказать, ограничениях, допусках Буксировка лыжника 16 лет Спасение утопающих 16 лет и так далее То есть, это уже не мальчики, это юноши И у них уже сложился свой какой-то спортивный опыт Они уже занимаются футболом, боксом, единоборцами и так далее Давайте берем даже agility Как я не приеду к вам на площадку, у вас в основном там девочки 12, 13, 14 лет, да, бегают? Ну, потому что мальчики, они инфантильны в этом возрасте, более инфантильны, чем девочки Родители приводят мальчиков Но я опять же говорю, что нужно следить за мальчиками Нужно приходить вместе с ними год, два, три Пока он не поймет, что это серьезно и надолго Что вот он занимается своей собакой, это надо Потому что они покупают эту собаку или приобретают ее собаку Чтобы закрыть какую-то нишу Например, недостаток внимания к этому же ребенку Вот он занимается собакой А на самом деле этому ребенку дали братик, сестренку и что-то в этом роде Он за ней должен гулять, кормить, ходить Это, в общем-то, нет, это тяжело Сейчас, насколько вы ощущаете лучше, хуже, все-таки помощь от государства? Или ее нужно увеличить вот именно в организации соревнований, в организации поездок? То, что, допустим, вы там не за свой счет покупали билеты на поезд или куда-то там на машину А как-то вам помогла администрация района, администрация города, области и так далее Вот возможно ли это сделать? Гранты, может, какие-то выигрывать? Ну, дети у меня очень... Не многие, но у меня достаточно было количества детей, которые выигрывали грант и получали помощь и получали стипендию Даже потому что они ездили в Европу, там становились чемпионами и, в общем-то, получали Вот, кстати, а какие успехи у нас, у самарских ребят, занимающихся спортом с собакой? Ну, давайте ограничим возраст, что мы понимаем, ребят Спортсмены дети или спортсмены взрослые? Хорошо, какая сейчас градация идет? Спортивная федерация или это в системе Российской кинологической федерации? Вот давайте об этом поговорим Ну, сейчас ни та, ни другая нормально не работает Раньше РКФ вывозила детей на соревнования на международные Вот у меня девочки ездили Ну, победители, да, я так понимаю, победители какие-то... Нет, они здесь проходили отбор и ездили в Европу На чемпионаты Европы, на первенство Европы А сейчас, в общем-то, этого, понимаете, в силу обстоятельств этого нету А Российская кинологическая федерация, в принципе, перетряслась как-то И стала Всероссийское общество кинологическое... ВСК – Всероссийское спортивно-кинологическое общество Оно у нас имеет аккредитацию как отделение Это в Самаре то, что вы говорите, да? В Самаре, да, как отделение, да, вот как раз руководит отделением этим от московского... А ее направление, ее задача здесь у нас... А вот федерации кинологического спорта нет Положение наших спортсменов, занимающихся аджилити в рейтинге российских команд? Ну, у нас очень неплохие эти есть результаты, потому что... А вот в Саратове, в Ульяновске есть аджилити? Или там слабо? В Ульяновске нет аджилити В Саратове я только не могу сказать про Саратов В Ульяновске просто я знаю, что сейчас одно время развивалось Они больше занимались ездовым спортом в Саратове, в Ульяновске А сейчас, да, вот они приезжали к нам и, в общем-то, уже судили тоже, как уже учились в Самаре Но потом ушел Никита на войну Как сделать аджилити более привлекательным для широкого круга населения Именно вот чтобы соревнования проходили во дворце спорта Где-нибудь там, таких на центральных площадках, а не где-то там на полузаброшенных стадионах Упростить его Упростить что? Упростить аджилити, да Потому что, например, должно быть массовое аджилити И должно быть профессиональное аджилити И правила должны быть немножко в сторону смягчения для непрофессионального Потому что здесь очень жестко, я говорю Собака два раза отказалась, третий раз ее снимают Вы набрали штраф, собака забежала куда-то не туда Ее снимают, независимо, так сказать, от того, маленькая собака, большая, сколько возраст и так далее То есть вот эти все нюансы Нужно просто менять правила, чтобы люди захотели, а потом уже кто захочет, он пойдет в профессиональный спорт А вот, чтобы он развивался, спорт, нужна большая линейка запасных А последние несколько вопросов, потому что время нашей программы заканчивается Первое, значит, ну, вы сейчас сказали, профессиональный спорт Что значит профессиональный спорт? Получается, люди получают деньги за то, что они выступают или нет? Нет, профессиональный спорт в том, что они работают именно дрессировщиками и денно и ночно дрессируют своих собак Эти собаки выше на голову общего, так сказать, массива Ну, понятно, да Среди населения После времени, значит, и вопрос по нашей тематике Вопрос будет следующего плана Бродячие собаки мешают вам в процессе переездов, тренировок и так далее вот сейчас? Нет, у нас комфортные условия дрессировки, у нас своя площадка, она загорожена Никакая собака бродячая туда не придет Но поскольку собаки, где-то они, конечно, около стоянок, как обычно, что-то такое Они какую-то службу несут, их подкармливают Ну, и последний вопрос, то, что мы сегодня с вами и слышали, я вот зачитывал новость, да Введение штрафов за содержание домашних животных, за нарушение содержания домашних животных За жестокое обращение с животными, ваше мнение А этот закон должен проходить какую-то аккредитацию в нашей Самарской области? Или он сразу идет напрямую? Нет, нет, это вот то, что сейчас приняли в Госдуме депутаты Ну, я поняла, то есть, например, кто-то нарушит, в Самаре уже его могут отштрафовать? Да, у нас уже есть штраф, у нас уже и чихахуа штрафуют, и овчарик штрафуют, и мелкие породы штрафуют Ну, в принципе, вы знаете, что может являться нарушением? Какое основополагающее, например, это убрать своей собакой? Выгул без наморника, без платка Ну, это прежде всего боязнь хозяина должна быть, что он гуляет без платка, и собака у него потеряется Нет, хорошо, а если она агрессивная? Ну, это агрессивно, и просто-напросто надо хозяину что-то сделать Более внимательно ищите ответственно, да? Хозяин должен, да Итак, к сожалению, время нашей программы завершилось, и думаю, что мы еще раз пригласим вас к нам в студию Вам хороших результатов в вашем нелегком и нужном деле в работе с детьми и собаками Ну, а вам, уважаемые зрители, хотим напомнить об ответственном отношении к животным И самое главное, делайте обязательно замечание, если вы заметили жестокое отношение к животным Как говорится в одной из европейских пословиц, не в каждом доме должна быть собака, но у каждой собаки должен быть свой дом Мы говорим вам до свидания и мирного неба над головой Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!